Здравствуйте! В студии Лилия Анн. В эфире программа «Воронеж. События. Факты». Итоговый выпуск на этой неделе. Смотрите сегодня в программе. Новая маршрутная сеть пассажирского транспорта в Воронеже появится не ранее 2021 года. Православные отметили медовый спас. Истоки и тайны древнего праздника. В областном центре на улице Сакка и Ванцети отреставрируют дом кантонистов. В России определены новые регионы, лидирующие по числу смертей от ВИЧ. В Воронеж без пазиков. Вадим Кстенин анонсировал светлое будущее городского пассажирского транспорта. Дети и деньги. Во что обойдется собрать школьника к новому учебному году. Из дерева в камень. История Воронежского спасского храма. Новая маршрутная сеть появится в Воронеже не ранее 2021 года. Ранее предполагалось, что транспорт будет ходить по новой схеме уже минувшей весной. Но из-за коронавируса сроки пришлось перенести. Тему продолжит Галина Жукова. Действующая маршрутная сеть сохранится до марта 2021 года. Новая кардинально изменится. Часть маршрутов будет ликвидирована. Часть получит новые направления. По новым маршрутам уже первые шаги сделаны. То есть мы комиссионно приняли два новых маршрута. Это маршрут, который будет обслуживать улицу 45 стрелковой дивизии. Проблемная наша точка, где не было общественного транспорта. И маршрут, получается, Озерки, 6-я патологическая поликлиника. Сейчас по ним идет процедура определения подрядчика. Перевозчики уже приобрели около 150 новых автобусов. В основном среднего и малого классов. Но обновить весь подвижной состав в одночасье не получится. Поэтапным будет и переход на новую маршрутную сеть. Да, тяжело, потому что долгое время подвижной состав не обновлялся. Были проблемы с тарифом и с финансированием. Сейчас первые шаги сделаны. Понятно, да, невозможно сделать все в один момент. За месяц-два обновить полностью весь подвижной состав. Потому что полторы тысячи машин, стоимость существенная обновлена. Но первые шаги делаются и люди уже видят какие-то изменения. Поэтому, как и планировалось, в течение нескольких лет, я думаю, мы сможем переломить ситуацию и заменить подвижной состав. В управлении транспорта говорят изменения новой транспортной схемы. Для миллионного Воронежа – осознанная необходимость. Существующая сеть, она имеет высокий коэффициент дублирования, что приводит к снижению качества транспортного обслуживания. Это все мы приказаем о гонках водителей, борьбе за пассажира. Поэтому, дабы выстроить систему и повысить качество и безопасность перевозок, необходимо оптимизировать маршрутную сеть. В первую очередь сократив дублирование маршрута. При формировании новой схемы маршрута учтены и мнения воронежцев, которые ранее были озвучены на общественном обсуждении. Галина Жукова, Валерий Бобкин, 41 канал. Многогранность и богатство духовной культуры русского народа отражено в самых различных формах, в частности, в системе народных праздников. Почему Медовый Спас объединил православные и дохристианские традиции и в чем они выражаются, разбиралась Елена Цветкова. История большинства праздников имеет глубочайшие исторические традиции, уходящие еще в дописьменные времена. Большинство из них на Руси были связаны с сельскохозяйственным циклом. Так называемый цикл жизни хлебопашца предполагал поклонение солнцу, без которого невозможно получить хороший урожай. В дохристианской Руси бога солнца называли сварок. Воплощенное солнце дает свет и дает тепло. И люди замечали, что это разные проявления. Свет вроде все время одинаковый, тепло разное. Зимой одно тепло, летом другое тепло. Значит, у этого бога есть две сущности. Свет, который он несет людям, к нему обращались как к подателю Блах, дачь Богу, Сыну Божьему. И тепло, которое исходит от солнца, как дух, которое все кругом покрывает и насыщает, и дает живительную силу. И это тепло – это одно из проявлений той сущности, которой называли световид. Считалось, что световид позволял получить урожай пшеницы, проса и ржи. А это, как известно, основа питания. Соответственно, этому посвящалась вся линейка земледельческих праздников. Отдельно в ней стоят особые праздники – спасы, моменты созревания плодов земных. В Древней Руси христианизация породила двоеверие. Языческие обряды смешались с новым культом, а на месте языческого пантеона богов оказались православные святые. На древних капищах выросли церкви и монастыри. По словам историка, мнение, что христианская религия полностью подавила огромный культурный пласт Древней Руси является заблуждением. Церковь с подозрением смотрела на походы людей, на всякие родники, в святые рощи, к святым родникам, полагая, что это тоже поклонение силам природы. А потом осветила эти родники и возглавила этот процесс. Так получилось, собственно говоря, и со спасами, и это очень правильно. В данном случае православная традиция законсервировала дохристианскую традицию и передала его нынешним, я думаю, передаст и следующим поколениям. Народные праздники спаса имеют языческие корни древних праздниц, урожая и чествования богов плодородия. Спасов всего несколько – медовый, яблочный и ореховый. С приходом на Русь христианство служители новой религии понимали, что языческие праздники с корнем не вырвать, и совмещали их с церковными торжествами, которые народ осмыслял уже по-своему. В этот день хозяйки пекли медовые пряники, пироги с пшенной кашей и медом, готовили медовый квас и медовуху. В церкви освящались первые пчелиные соты. Принято считать, что название «спас» происходит от слова «спаситель», но на самом деле это не так. Никто никого не спасал. «Спас» – это значит, дозрел, дошел до кондиции, готов к употреблению, а не то, что кто-то спасал мед от медведя, допустим. Нет, это не так. Это праздник урожая. 14 августа отмечается не только медовый спас и освящается мед. В этот же день начинается один из самых строгих годовых постов, который длится до 28 августа и заканчивается в День Успения Богородицы. Православные празднуют изнесение честных древ креста Господня. В этот день, начиная с этого дня, выносили крест в греческих городах для того, чтобы люди могли поклониться животворящему кресту Господню и помолиться Ему об избавлении от болезней, которые начинали распространяться в августе месяце. В этот же самый день совершается освящение меда. Освящение плодов каких-то или какого-то продукта восходит еще к ветхозаветным временам. Согласно ветхозаветной традиции, люди, когда собирали урожай, приносили начатки плодов в храм для того, чтобы первые плоды принести Богу в дар. По словам духовенства, термин «спас» используется исключительно для обозначения самого процесса освящения. Считается, что сам Господь освящает плоды, принесенные в этот день в храм. Елена Цветкова, Сергей Пиляев, 41 канал. Дом кантонистов на Сако-Иванцете, возведенный еще в 1816 году, ждет основательный ремонт. О том, почему здание имеет столь необычное для средней полосы название и что ему пришлось пережить, расскажет наш корреспондент Олеся Алисюк. Сейчас для проведения ремонтных работ исторического здания, имеющего статус объекта культурного наследия, ищут подрядчика. Начальная цена контракта – 8 миллионов. Срок исполнения – всего три месяца. В текущем году планируется за счет средств фонда капремонта выполнить работы на инженерных сетях. За счет средств бюджета города мы планируем выполнить ремонт кровли, ремонт фасада, укрепление фундаментов. То есть именно те работы, которые позволят сохранить данный объект как памятник. Дом кантонистов находится на улице Сако-Иванцете. У него непростая история и судьба. Это удивительно красивое здание, которое нуждается в добрых руках, в реставраторах, и тогда оно заиграет совсем по-другому. Оно имеет очень большую историю. Когда-то, еще в конце 18 века, на этом месте некто богатый воронежец Тимофей Бородин начал строить какое-то жилое строение. И в силу каких-то своих личных причин недостроил и продал статской советнице со сложной фамилией Ненаракомова. Советница перепродала здание военному ведомству, которое устроило в нем учреждение для детей-сирот. Были при воронежском гарнизонах так называемые солдатские школы, которые потом, постепенно, через какой-то период, стали называться школами кантонистов. И этот дом вошел в историю как дом кантонистов. Кто такие кантонисты? Это солдатские дети, которые из нижних военных чинов изначально с рождения уже приписывались к дальнейшей службе в армии. Получать знания в таком заведении было престижно. А здесь учились дети военных младших чинов. Очень жестко было. Их наказывали, их просто избивали. Их порой могли посадить чуть ли не на голодный арест, хотя это были дети. Вот, например, в 1817 году числилось 1700 детей, которые получали подобное образование, начальные военные, мальчики, конечно. Но только 300 из них жило здесь. Большая часть детей жила на квартирах, и даже порой обучение тоже проходило в снятых помещениях. В середине 19 века это здание занимает губернское жандармское управление. Потом здесь открывается вещевой склад. А в 1920-х годах штаб стрелковой дивизии. Кстати, дом возведен по типовому проекту. Например, такой же построили в Угличе. Там администрация этого маленького, интересного исторического городка древнего находится вот в подобном здании. Ну, коль администрация, она, конечно, в замечательном состоянии. Найдем фотографию. Я когда увидела, я просто... Это маленький дворец в стиле ампир. В военные годы дом сильно пострадал. Его восстановили и сделали жилым. И до сих пор он является таковым. Это просто, скажем так, два источника финансирования работ на одном доме. Так вот сложились обстоятельства, что сроки капитального ремонта и сроки проведения работ администрации города, они просто совпали. Если ремонтные работы будут проведены качественно и без нарушений, то в городе появится еще одно восстановленное красивое здание, напоминающее о былых временах. Елена Цветкова, Олеся Алисюк, Сергей Трифонов, 41 канал. В России определились новые регионы, лидирующие по числу смертей от вируса иммунно-дефицита человека. В 2020 году ими стали Челябинская, Свердловская и Кемеровская области. Наш регион в этом контексте был долгое время среди благополучных, но теперь все изменилось. Подробности у Елены Цветковой. Верхнюю строчку в общефедеральном списке ВИЧ-регионов несколько лет занимает Кемеровская область. На втором месте стоит Иркутская, на третьем по количеству зараженных – Свердловская. Болезнь продолжает распространяться по сибирской части нашей страны. По словам специалистов, между расположением сибирских городов и приростом ВИЧ-инфицированных есть очевидная связь. Это Ханты-Мансийский автономный округ, Кемеровская, Томская область, Красноярский, Челябинская, Новосибирская. Вот эти регионы. Сейчас это там ВИЧ-инфекции много. То есть это регионы, где есть большие градообразующие предприятия, где много денег, туда приходит наркотик и таким образом передается ВИЧ-инфекция. Известно, что этот вирус впервые диагностировали в Соединенных Штатах еще в начале 80-х. Тогда его носителями были преимущественно мужчины с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Как только информация просочилась в массы, в обществе это породило разнообразные слухи. Тогда существовало такое, поскольку он был выявлен среди нетрадиционных гомосексуальных мужчин. И тогда существовало мнение, что, скорее всего, это заболевание именно их, именно этих меньшинств. Со временем исследования показали, что вирус передается от мужчины к женщине и наоборот, половым путем или через кровь. Это вызвало массовое явление, которое называется стигматизация. С древнегреческого стигма переводится как «клеймо» или «пятно». Психология означает предубеждение и наращивание стереотипов. Такая волна прокатилась по миру снежной лавиной. Люди массово стали бояться ВИЧ-инфицированных и контакта с ними. До сих пор неясно происхождение этой болезни. Существует и о том, что это какое-то биологическое оружие, и о том, что это инопланетная природа какой-то. Но ученые, ну и я тоже, в общем-то, в большей степени склоняюсь к этому мнению, существует такое мнение, что, скорее всего, возник вирус в процессе генной мутации от определенной виды зеленых обезьян, которые проживают в Африке. У нас в стране первый случай заражения вирусом был зарегистрирован в 1987 году. Инфицированным стал мужчина, который по роду своей работы бывал в разных странах. У нас в Воронеже первые случаи были зарегистрированы у супружеской пары, которая жила за рубежом, работали. Причем жена была инфицирована при переливании донорских компонентов крови, и муж половым путем от нее инфицирован. Ирина Валявская почти 20 лет работает в Воронежском центре СПИД. По ее словам, с 2014 года ситуация с ВИЧ резко изменилась. Если раньше на территорию Воронежского региона в основном эту инфекцию завозили, то теперь она прогрессирует уже внутри границ региона. В 2014 году, анализируя ситуацию, у нас было 50% пациентов, выявленных, которые инфицировались на других территориях с высоким уровнем заболеваемости. Но 50% были, которые не выезжали в другие регионы и инфицировались у нас. Вот эти последние годы, вот с 2015 до 2019, это люди, ну и в этом году тоже, это люди, которые 90% людей, которые инфицировались на территории нашей Воронежской области, не выезжают. По данным общероссийской статистики, в Воронежском регионе ВИЧ-эпидемия в 4 раза ниже. Сейчас на диспансерном учете в Воронежском регионе стоят около 4000 человек. От вируса иммунодефицита в прошлом году умерли около 100 человек. В 2017 году было выявлено 818 инфицированных человек. В 2018 году вирус обнаружили у 832 человек. В 2019 – 868. В текущем году всего 335 человек. Специалисты связывают это с распространением коронавируса и самоизоляцией, сократившей общение между людьми и закрытие границы. Оказывается, основные носители ВИЧ – трудовые мигранты из ближнего зарубежья. Врачи напоминают, что главное – это своевременная диагностика. У ВИЧ много лица, его сложно обнаружить на первых стадиях. Есть период скрытый иммунологического окна, когда никаких проявлений, ну, можно сказать, инкубационный период. Есть острая фаза, острый период, который в 50% может манифестировать, и, так сказать, проявляться в виде острых инфекционных заболеваний или кожных заболеваний, или маскироваться под маской других инфекционных заболеваний, как мононуклеоз, или давать какую-то форму кишечную, или кратковременное, или длительное повышение температуры, потеря веса. В 2019 году всего в Российской Федерации обследовано более полумиллиона человек. Из них 30 572 человека не являются гражданами России. Несколько лет назад Европейский центр профилактики и контроля заболеваний признал Россию лидером по темпам распространения ВИЧ в Европе. Более 70 новых случаев заражения ВИЧ на 100 тысяч человек. Впрочем, российские ведомства такие выводы не признают. Елена Цветкова, Сергей Пиляев, 41 канал. Глава городского округа Воронежа Вадим Кстенин встретился с руководителями всех транспортных предприятий для того, чтобы обсудить перемены, которые намечено провести в сфере пассажирских перевозок. Современные автобусы, комфорт и неукоснительное расписание – таким видится главе города Вадиму Кстенину будущее Воронежского городского пассажирского транспорта. Чтобы все это воплотилось в реальность, перевозчикам необходимо в течение трех лет приобрести более 950 единиц подвижного состава новой модификации взамен устаревшим пасс 42-34. Маршрутчики на это смотрят скептически. Не такие уж богатые водители, чтобы иметь несколько миллионов, покупать этот автобус. Это раз. В бизнес или в кредит брать. Не так, но просто его отбить. Это по такой цене проезда. Пока отобьешь, его уже порасписывать. Понимаете, в чем дело? И они и так уже многие бросают этот бизнес, потому что не очень выгодны. И вы представляете, что будет? Вот сейчас, скажем, убирать автобусы за три года хотя бы. Куда человек пойдет? Нет у него в кармане денег. И кредит, когда он его отобьет? Когда? Сколько лет пройдет? Он вот если отобьет этот автобус, уже все. По словам диспетчера Александра, 80% водителей на маршрутах содержат автобусы самостоятельно. И что с ними делать, когда придется менять транспорт, неясно. Да кому же они нужны по выгодной цене? Кто их будет продавать? А никаких льгот нет по замене? Вот этот сдал, получил новый. Я таких льгот не знаю. Не знаю я таких. Понимаете? Они вот сказать сказали, но что для этого сделать, что для этого будет, какое будет решение, чтобы водителям было выгодно купить, чтобы не так напряжно было для семьи, для бюджета. У всех же семьи, дети, их надо кормить. Понимаете? Но человек не может отдавать 1060 месяцев за лизинг, за все прочее. Еще плюс кормить семью. Это нереально. Так, ну извините, у меня работа на сад. Подгоняй. Автобус по устаревших моделям 42-34-32-05, он должен уйти с городских улиц. Мы должны пересесть на комфортабельный автобус большого и увеличенного среднего класса, которые действительно станут лицом города Воронежа и будут соответствовать уровню города Миллионника. Воронежцы, активно пользующиеся пассажирским транспортом, о его недостатках знают не понаслышке. Ну, лучше его заменить, наверное, на более новые модели автобусы, потому что уже старенькие, заходить неприятно в них. Едешь, голоса своего не слышно, вообще ничего не слышно, кроме автобуса. Если я все правильно помню, очень много разных моментов было, когда из-за их технического состояния случались какие-то не очень хорошие штуки. Я ехал в пазиках, но за мою жизнь при мне они трижды горели. То есть я еду в пазике, он горит. Выходят все из автобуса, то есть горит. Ты едешь на автобусе, он горит. Норм? Нет, не норм. А деньги возвращались за поездку? Ну, знаешь, типа, когда ты в дыму, не то чтобы прям, а, извините, пожалуйста, мне руболетчик не додали. Народу, конечно, пазики не нравятся. Допустим, пожилым людям там тяжело подниматься, высокие ступеньки. Другой вопрос, что делать людям, те, кто вот эти автобусы содержит. В основном, надо тоже как-то подумать, наверное, нашему мэру, чтобы людей без пуска хлеба, или как там выразиться, не осталось. Какие-то льготы куда-то, что-то, может быть, обменять можно. По словам водителей, особенно тяжело пришлось в разгар пандемии. Тогда они потерпели убытки, и пока что никто их не компенсировал. Егор Китаев, Сергей Трифонов, 41 канал. До начала нового учебного года осталось чуть больше недели. Из-за пандемии торжественные линейки в День знаний пройдут только для учащихся первых, девятых и одиннадцатых классов. А вот расходы на учебники, школьную форму и письменные принадлежности пока никто не отменял. Во что обойдется родителям, подготовка к учебе, выясняла наш корреспондент Галина Жукова. Сегодня в России 50 тысяч школ. В них учатся примерно 15 миллионов школьников. В Воронеже области в этом году свои двери распахнут 615 учебных заведений. Из более чем 227 тысяч воронежских школьников в первый класс отправится 24 723 первоклассника. Накануне 1 сентября подготовка к школе отнимает у родителей много времени и существенно бьет по карману граждан. В Воронежской области в 2020 году средние потребительские цены на 90% товаров школьного ассортимента выросли по сравнению с прошлым годом. Такие данные приводит Воронежстат. Аналитики подсчитали, что набор школьника из пенала ран со спортивной школьной формы в текущем году может обойтись российским родителям в среднем в 3180 рублей. На школьную форму для мальчиков придется потратить чуть более тысячи рублей, но для девочек она, как правило, дороже и варьируется в пределах полутора-двух тысяч рублей. Ранец в среднем стоит около 1150 рублей. В августе 2020-го он вырос в цене на 3%, а форма на 7%. Почти настолько же подорожали учебники и учебные пособия. Спортивная форма обойдется в среднем в 640 рублей, пенал – в 330. Однако расширенный набор товаров для учебы с учетом предметов на случай необходимости дистанционного обучения будет стоить существенно дороже. И даже 20 тысяч от Путина вряд ли покроют все расходы. Чтобы хоть как-то сэкономить бюджет, многие устремляются на рынок. У нас на рынке очень большой выбор школьных товаров, обуви, ранцев, ну всего. Что нужно для школы полностью, вы можете здесь одеться и очень дешево. Ждем вас на Остужевском рынке. Торговых точек здесь более 200. Это обеспечивает огромный разнообразный выбор товара на любой вкус и кошелек. Остужевский рынок часто посещаем, потому что здесь все можно купить и оптом, и дешевле, и что-то подобрать. Конечно, выбор больше, чем где-то в другом месте. Мне кажется, можно найти на любой карман, на любые потребности от средних до более требовательных покупателей. Ассортимент ярмарочного комплекса Остужевский не ограничивается только школьной одеждой, обувью и канцелярскими принадлежностями. Покупателей ждет разнообразие этих стилей от нижнего белья до деловых костюмов для разных возрастов. На Остужевском рынке уже стало доброй традицией, когда перед началом учебного года здесь предлагают большие семейные скидки. В общем, если вы не знаете, как сэкономить ваши деньги, самое время посетить ярмарочно-выставочный комплекс Остужевский. Галина Жукова, Сергей Трифонов, 41 канал. Воронеж, как известно, изначально был деревянной крепостью в окружении слобод и церквей, построенных тоже из дерева. От крепостных стен не осталось теперь и следа, а вот культовые сооружения со временем были перестроены в каменные. Например, Спасский храм, который расположен в историческом центре города. О хронике одной из старейших воронежских церквей смотрите в сюжете Елены Цветковой. Церковь возвели в честь перенесения нерукотворного образа Господа Бога и спаса нашего Иисуса Христа от Едесы в Царьград. Такое объемное название храм получил неспроста. Сохранилось древнее церковное предание, согласно которому царь Авгарь, проживающий в сирийском городе Эдеса, узнал о чудесах, которые совершал Иисус. Авгарь мучила проказа и в надежде обрести исцеление он послал к Иисусу художника, который должен был изобразить лик Спасителя. Царь верил, что если он увидит лик Христа, то хворь отступит. Насколько слуга царя не пытался изобразить лик Спасителя, ничего не получалось. Спаситель подозвал слугу царя, приложил к своему лику плат, который был недалеко, и на этом плате отпечатлелся лик Иисуса Христа. А слуга Авгарья принес этот плат в город Эдесу, царь помолился и исцелился. И вот этот плат очень долгое время с ликом Спасителя хранился в городе Эдесе, согласно церковному преданию. В X веке византийский император Константин Богринародный выкупил священный плат из города Эдесе. В тот период город был осажден арабами. Далее состоялось перенесение его в столицу Византийской империи – Константинополь. В честь этого события и назван Воронежский храм. Теперь это памятник архитектуры и объект культурного наследия Воронежского края. Спасский храм ранее располагался на территории Воронежского Кремля. Впервые в истории он упоминается в 1676 году. Тогда его именовали иначе – Преображенским. Этот белокаменный храм – образец провинциального культового сооружения. Он заключает в себе смешение архитектурных стилей. Храмовая часть XVIII века создана в стиле барокко. Пристройка XIX века выдержана в формах классической архитектуры, имитирующей формы древнерусского стиля. В середине XVIII века храм был воздвигнут из кирпича. Центральная часть храма – храм был изначально маленький. Постепенно храм расширялся. Та часть храма, в которой мы сейчас находимся, была построена в XIX веке. Самыми последними частями в храме были построены колокольня и два помещения, которые находятся при входе. То есть храм, получается, строился постепенно. Кирпичный храм был воздвигнут с середины XVIII века до конца XIX века. Строительство шло шесть лет исключительно на благотворительные средства. Храм заключает в себе несколько пределов. Трапезная часть освящена во имя Николая Чудотворца. Основной предел – во имя Спаса Нерукотворного и дополнительный в честь Смоленской иконы Божьей Матери. В те годы вокруг церкви стоял действующий погост. В 1841 году обновили трапезную, а в 1851-м возвели новый алтарь. Колокольня пострадала первой. В ней обнаружили трещины уже в 1854 году. Чтобы не произошел обвал, было решено ее перестроить. Проект утвердил император Александр II. Через четыре года указ императора был исполнен. Интересная особенность нашего храма – кирпичная кладка, которая сохранилась с XIX века. И в этой кладке есть кирпичи, которые имеют клейма. Эти клейма помогают понять, в каком месте были изготовлены кирпичи и в какой период. Для служителей культа в 1917-м начались тяжелые времена. Когда к власти пришли большевики, православные храмы перешли на службу трудовому народу. Спасский храм не стал исключением. Из него полностью изъяли церковные ценности. В середине 30-х церковь была передана Госархиву. Там находилась типография УВД вплоть до 90-х годов XX века. Улица, на которой стоит храм, была консисторская. Стала Фрунзе. В период Великой Отечественной здание пострадало от обстрелов. Спасская церковь утратила колокольню. Большая часть четверика была разрушена полностью. В 90-е церковь остановили. К небу снова поднялась колокольня. Засияли купола. Прихожане вернули старинные иконы. Здесь несколько особо почитаемых образов. Одна очень интересная икона есть в нашем храме, на которой изображен благоверный князь Александр Невский и апостол Архип. Эта икона написана в честь освобождения крестьян от крепостного права в 1861 году. И изображение этих двух угодников Божиих не случайно, потому что Александр Невский является покровителем небесным благоверного императора Александра, который издал указ об отмене крепостного права. А апостол Архип – это святой в день памяти которого этот указ был подписан. В приходе около 200 человек. Службы проводят два настоятеля. При храме открыт воскресный класс для детей, а для взрослых проводятся душеполезные беседы. Егор Китаев, Елена Цветкова, Сергей Пиляев, 41 канал. А я напомню номер телефона редакции 41 канала – 206-9406. Мы ждем обратной связи от вас. Пишите по электронному адресу, который видите на экране. Также ждем вас на официальном сайте 41 канала. Это были все новости минувшей недели. Что готовит нам предстоящие? Мы расскажем в следующей программе «Итоги на 41 канале». А я с вами прощаюсь и пусть у вас будут только хорошие новости. Редактор субтитров А.Семкин